Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мои, отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим об адовой семейке. Что же опять на повестке дня? Очередная трагедия у мамы, но ничего человека не берет. Там вроде бы сын без вести пропал вместе с семьей, с внуками. Представьте, волнений еще больше, потому что ты не можешь приехать, узнать, что с ними. Но мамка непрошибаемая, несгибаемая, так сказать, сила духа и воли. Ира находится под прилетами и постоянными бомбежками, и маму это абсолютно не волнует. На повестке дня сегодня это, конечно же, очередной итог, этап распродаж. Первое, что маму шандарахнуло по башке, как только явился Севка, это вообще, насколько он нерадивый продавец. Почему? Потому что заявленная цена за сувенирные карты 500 гривен возмутила покупателей. И не было спроса. Спрос, естественно, порождает предложение. Предложение было всего лишь 200 гривен. Ну что ж, мама согласилась и на это, но с другой стороны, согласилась как-то нехотя. Без огонька, без задора, без оскры, абсолютно без ничего. Как-то вот не впечатлила ее эта сумма. Но с другой стороны, мама сказала, в принципе, ну да ладно, 200 гривен в ее понимании на дороге не валяется. Но при этом, да, у нее-то оно все равно даром лежит. Ну понятно, что ей кто-то презентовал, подарил эти карты из паршивой овцы, хоть клок шерсти. Чем типа она просто лежит, хламится и занимает место. Но с другой стороны, ребята, я вот поняла ТВ. Она именно, да, не хочет на этом заработать, не хочет на этом обогадеться, на чужих потраченных финансов в виде подарков, которые ей презентовали. Она боится не обидеть и не расстроить людей. Вот людей, которые присылали, она боится не отвернуть их от себя. Почему? Потому что они-то могут возмутиться, что вы дешево продали. Это их может задеть за живое, за больное, как она, да, скажем так, вот недооценила их подарки. Поэтому мамка гребет по полной. Ребята, я сидела и смотрела, вот просто это занавес, это тушите свет. Следующий, второй прилет такой по башке конкретный, который шандарахнул Севка, это то, что две книжки уходят бесплатно. Здесь мама, ребята, аж замерла на секунду, растерялась, не знала, как реагировать и начала рэпу чесать. Для меня это сразу вот такая ассоциация, да, как обезьяна себе башку чешет. Вот так вот и мама, только еще вот этого у-гу-гу не хватало для полноты картинки и был, просто бы оттас тушите свет. Когда она аж прям перезадумалась и начала, я не знаю, видимо через пальцы там находить какие-то нервные окончания мозга, там клеток нервных, ну в общем чего-то пыталась там, может быть, заставить себя думать, шевелить, ребята, я просто замерла. Вот я зависла и наблюдала за вот реакцией мамы. Представьте ТВ, которая осознает, что что-то нужно отдать бесплатно. Даже вообще, в принципе, не сразу поняла, почему бесплатно. То есть в ее понимании, значит, выпросили. Но опять-таки ТВ, конечно же, судит по себе. Но, как оказалось, Севка ей объяснил, что никто не выпрашивал. Люди хотели купить эти книги на память, так сказать, умами. Но так как они им помогли, по-моему, в Ивана Франковской в больнице, Севка решил эти книжки презентовать им бесплатно. Ну и одна из книг заявленных, которую попросили продать, «Остатки разума». Мне хотелось сказать, не надо, пожалуйста, не продавайте их. Пусть «Остатки разума» не покидают Севку, и уж тем более маму. Оставьте ей эту книгу. Я думаю, может быть, она плохо ее запомнила. Пусть второй, третий, четвертый раз прочитает. Может быть, даже дыр заюзает, да, эту книгу, как, например, письмо Аршалуйса. И будет хоть какой-то толк. Но книга безнадежно потеряна. Я так поняла, что даже до конца этих торгов она обнаружена и найдена не была. Поэтому «Остатки разума» оставили все-таки маме. Ну и следующий вопрос, который Севка задал маме. Продавая вот этот уникальный массажер, как он его рекламировал, можно применять как по назначению, так и нет. Можно включить свою фантазию, так сказать, эротическую и применить в другое какое-то русло и направление. Он у мамы поинтересовался, нужен ли ей массажер, на что мама сказала нет. А я верю. Ребята, где ты вы, а где какой-то массажер? Я просто представила, как мамка будет этот массажер применять по назначению, а возможно и включит, опять-таки, свои эротические фантазии, на которых так настаивал Севка. Поэтому мама вот так вот, знаете, запросто и лишила себя массажера. Ну и опять-таки, ребята, новые лоты на продаже, новые услуги от блогеров. Там, где невозможно ставить автограф, прилагаются теперь открытки с автографом. И вообще, в моем понимании, пора уже какую-то фан-зону организовывать, фан-фото и продавать их отдельно. Возможно, у Севки, как он кричит, идут такие замечательные торги и продажи. Уже пора какую-то там, я не знаю, биографию состряпать, либо там, я не знаю, личную жизнь, какие-то дневники опубликовать, его взаимоотношения с Коки, это вообще будет просто шедевральные книги, экземпляров побольше и куколки все разгребут. Если еще и с автографами, вот бесплатная тема, как еще можно заработать. Ну и далее, ребята, опять-таки, те же покупатели, новые только, которые прям теряются и не знают, какую же они книгу хотят по факту получить. И в принципе, вообще, не очень-то и важно, главное, чтобы там стояли автографы. И так вот, для тех, кто в растерянности и не понимает, чего же они хотят получить от адовой вот этой семейки, мама рекомендует всем аптечку для души. Там разные болячки описаны, все, ребята, это просто, просто трындец. Я вот представила, да, человека, который вот по рекомендации маме, вот зэковская книжка, да, о тюрьме уже улетела, кто там кому лижет и так далее, это все ушло с молотка. Теперь покупаем книги о разных болячках. Вот чем ТВ живет, то и рекомендует. Ну и опять-таки, когда присылают ограниченную сумму всего лишь 100 гривен, они тушуются вместе с мамкой, Севка и мамка, и не знают, какую же книгу подобрать. Поэтому пошли рекомендации, например, инструкция, да, или рецепты, инструкция по управлению, да, использованию мультиварки. И рецепты, конечно, по приготовлению блюд в мультиварке. Поэтому срочно покупайте, после этого мультиварка тоже должна быть приобретена, и срочно готовьте. Ребята, я смотрела на это и думаю, охренеть, как еще можно додуматься, реально продать книгу рецептов для мультиварки в мультиварке, и на этом заработать денег. Но потом все-таки здравый смысл остановил Севку, и пошли уроки французского языка. И вообще, считаю, этот лот нужно было продавать дороже, ведь это приехала с Белебея, я так понимаю, книга от Эдика на долгую память маме. Видимо, Эдик так и хотел, чтобы мамка освоила еще и французский язык, понимаете, английский язык, потому что и словарь у мамы есть. Но мамка, походу, не очень-то на языках остановилась, поэтому книги у нее лежали. Вообще, ребята, представьте, прислать реальное ТВ, уроки французского языка. То же самое, как и английский словарь. Видимо, мало им мамного мата в кадре. Ну и, конечно, ребята, с счастью ТВ нет никаких границ, нет никаких пределов. Хороший хлебный насыщенный день. Много лотов продано с молотка. Вот только, да, показали, и уже сразу же полетели продажи. Я повторюсь, ребята, я не знаю вообще, что это за люди. Я не представляю покупать чей-то, да, вот этот хлам. Я, например, ну, не знаю, может быть, есть фанаты там блошиных рынков. Я была когда-то там проходом, да, просто проходила через блошиный рынок в Днепре. Но я не знаю, я такими какими-то моментами брезгую. Потому что я заново, или то, что, да, как бы пребывает, получаешь ты в руки, но ты знаешь откуда, да. Ты знаешь, например, когда там тебе родители дарят, ты знаешь, какую вещь это несет, историю какую-то, да. Она для тебя дорога, опять-таки, даже элементарно энергетику. Но я, например, в жизни бы не приемлила получить от кого-то вот такого типа мамки какую-то вещь, которая ей замацана, ей облапана, да, ну, я не знаю. Это вот такое вот удовольствие, скажем так, очень на любителя. И поэтому я не понимаю людей, которые объективно это покупают, кайфуют. Им не важно, что купить, лишь бы там стоял автограф. В моем понимании это какие-то психически не совсем стабильные люди, какие-то запайки. То есть любой хлам притянуть себе в дом, главное, чтобы Севка подписал. И очень мне нравится вот это уточнение, какую книгу мы, например, за 100 гривен подарим. Я не знала, что за подарки принимают деньги. Но Севка, это, конечно же, тот человек, который, как Колумб, в свое время открыл Америку. Ну и дальше вот эти бесконечные подсчеты. Не могут они дебет-скребетом подбить. Хреново мамка ведет бухгалтерию, как-то все непонятно, очень запущено. И не понимают ни приходы, ни расходы, ни как вообще фиксировать переданные суммы, которые мамка уже в руки получила. И везде идут недочеты. Непонятно, кто кого накуклит. А вообще представьте, да, это когда вот таких два хитровжаренных человека собрались в одном месте. И вот действительно, кто кого нажарит, затем и победа. Мамка думает, как развести. Севка думает, как проконтролировать. Но понятно, что, конечно же, это все просто элементарный контент. Потому что, ребята, объективность ради отмечит, что он с каждого вот такого ролика зарабатывает в разы. А где и в десятки раз больше, чем реально продает этой макулатуры. И вот эту всю мышинную возню именно для контента он и организовал. Представьте, на хламе снять там 5, 7, 10 роликов просто вот ни на чем. И гарантированно заработать на этом бабки. Люди, понятно, возмущаются. А ему самое главное и вызвать, да, эти эмоции. И просто это монетизировать. И поэтому он и бегает, продает хлам. Опять-таки, внимание зрителей с Украины, которые смотрят там, ну, не зрители, да, вот этих куколок, фанатичек, которые готовы этот хлам и этот гамус покупать. Дальше больше всего меня поразило, когда женщина покупала мужу книгу с автографом Самбелла. Вот я представила своего мужа, который бы сидел и смотрел Самбелла или Коки. Ребята, честно, я бы его, наверное, не поняла. Вот если бы я осознала, что мой муж от них фанатит, я бы, наверное, не поняла, что с ним не так. У меня бы возник вопрос, что такое, что с тобой не так, что ты это смотришь. Ну, понятно, если бы, например, там, в плане негатива какого-то, ну, для меня бы это было как-то, ну, вот, объяснимо. Но если бы мой муж восхищался и захотел получить в подарок какой-то вот этот хлам с автографом, ну, вот меня бы это очень осторожило. Поэтому, женщина, вы не радуетесь, а задумайте, что все-таки не так, что ваш муж ждет именно такой подарок. Ну, и очередные угрозы, которые от сетки посыпались на маму. Если не будет четкой бухгалтерии, он бросает все продажи. Так я и поверила. Тут на продажах зарабатывается на этих видосах больше, чем на самих продажах. Яша опять покемона давит. Так вот, больше зарабатывается, поэтому он будет продолжать просто до победного. Я не знаю, что еще там можно продать, но разве что мамку в тронном кресле либо Надьку в тронное кресло усадить и аукцион какой-то устроить. Но, ребята, я думаю, это еще будет реально не на одну серию. Ну, и, конечно, вот эта отдельная картинка, когда сидят два бизнесмена, вернее, один бизнесмен, другая бизнесвумен, и не могут оба посчитать, сколько же по факту там получается денег. Блин, возьмите уже на крайняк калькулятор. Но если все так запущено, да, и математика не ваш конюк, хотя бы уже на калькуляторе поклацайте и подбейте, и то го. Ну, и дальше Севка пожаловался, что даже вот эта распродажа никак не держит маму в руках. Жрет не в себя, хоть на цепь саже. Опять-таки, к чему эти жалобы? Это уже тысячу, я не знаю, двадцать первый раз разговоров о том, сколько жрет мама. Америку никому не открыл. В моем понимании, да, если ей похрен на собственное здоровье, сколько лет она еще проживет, может быть, да, ребята, она хочет прожить год, но так, как она этого хочет, жрать, как она хочет, что она хочет, чем вот так вот, да, допустим, жить, когда тебя постоянно контролируют. И в моем понимании, она взрослый человек, который несет сама за себя ответственность, какого хрена постоянно вопить, сколько мама жрет. Ну, значит, не покупай, значит, забери деньги, конкретно заказывай ей изготовление блюд, и пусть ей привозят, и только этим пусть и питается, если ты так переживаешь. И опять-таки, даже здесь мама накуклит, зинка под боком есть, в любом случае, приготовит, притащит, мама быстро утром будет, да, переварит это все, и будет сидеть, как ни в чем не бывало. Ну, а дальше, ребята, ночничок. Это было шедеврально. Это вот такой вот, знаете, какой-то китайский ширпотреб хлам, ну, вот такой, который, я не знаю, могут там купить детям, которые боятся, я не знаю, там темноты, может быть, что-то их там напугало, вот включают такой какой-то ночничок, да, чтобы какой-то, ну, вроде как и сну не мешало, но при этом ребенку не было страшно. Ну, вот этот ширпотреб, да, китайский, типа магазин все по пять, не знаю, как они сейчас называются, когда-то все по пять. Вот цена, я не знаю, сейчас, мне кажется, красная этого светильника полтишок. Вот просто 50 гривен, это такая вот запредельная стоимость, но мама решила не мелочиться, 200 и не копейка меньше. Почему? Потому что пластмассовая розочка очень красивая. И именно от этого пляшет цена. Именно поэтому мама обосновывает, почему вот эта трихомундия стоит 200 гривен. Блин, там, наверное, китайцы потратили на нее, на изготовление 25 центов в магазине полтинник, но мама решила шибануть, так шибануть. Ну, а как же? Ведь этот ночничок побывал в грибковых руках мамки, освещал ей, так сказать, млечный путь, поэтому и такая цена. Ну, и, конечно, блюда, которые до этого ранее были подарены маме, 9 блюд для изготовления вот этих 9 шедевральных салатов, проданы с молотка, так как мама объясняет, салатом не быть. И все объясняется простой причиной, что негде сажать гостей, негде их всех рассадить, поэтому никаких сабантуев и банкетов не будет. Мама, вот так бы вам хотелось. Когда человек хочет, он в любом случае найдет, как организовать место и пространство для гостей. Можно сделать перестановку, временно, в общем, что угодно, лишь бы собрать дорогих и близких людей за одним столом у себя дома. И поэтому нам объяснили, что 9 салатов, ребята, нам не видать, как своих ушей. А я так и поверила. Вот я бы сидела до этого, думала, когда же начнется изготовление этих 9 блюд. Когда я возьму, да, начну, возьму, не знаю, там ручку в руки, начну вести конспект вот этих шикарных, там, салатолюбовница, кто там еще, какие-то еще шедевральные салаты были. Но чудо не произошло. Мама, вы хотя бы рецепты надиктуйте. Уж очень интересно послушать. Ну и дальше, ребята, пошли продажи платков. Вы знаете, ну вот эти платки, наверное, они есть у всех женщин в возрасте, да и не только. Но, как правило, их, ну это уже вообще очень такое, какое-то, не знаю, мне кажется, личное интимное. Женщины, как правило, просто избавляются, да, выкидывая там какие-то вот эти шарфики и тому подобное. Но не мама. У мамы, конечно, как всегда, началась распродажа. Она устроила демонстрацию вот этих платков, косынок, в общем, того, что она продает. И вот следующий платок, Севка отбраковал, объяснил маме, что белый платок в желтых пятнах, ну как бы, не камильфо продавать, место на свалке. На что мама отреагировала очень быстро, бойко и четко. И сказала, что я его кину отстирать. Если не отстирается, желтые пятна, да, непонятно, откуда появившиеся, ну да ладно, значит, она этот платок подарит. Ребята, занавес. Вот вообще, это я не знаю, это просто сделало мой день. Я не представляла. Ну вот, каждый рано или поздно из нас сталкивался с тем, что собирается очень много, да, хороших вещей детских. Вроде бы, жаль выкинуть, потому что ты знаешь, что они стоили денег, реальных денег, да. И ты понимаешь, что кому-то это может пригодиться, понадобиться. Кто-то там все острым отдает, друзьям, ближним, ну в общем, да, находят, как их применить, чтобы просто не выкидывать, потому что жаль. Но при этом, при всем, у всех из нас были вещи, да, особенно там с подгрудничков, маленьких деток, которые в пятнышках. Ну там где-то слюнявчик, я не знаю, ребенок себя сорвал, там где-то капнуло. Ну вот те вещи такие домашние, да, либо которых ребенок там обедал и так далее. И вот эти вещи, как правило, мы пускаем просто в расход, да, то есть мы их просто выкидываем, я не знаю, там на какие-то тряпки оставляем и так далее. И вот скажите, пожалуйста, у кого хватит мозгов вот эти вещи в пятнах, кому-то передарить. И кому-то сказать, на, вот пользуйся, вдруг тебе пригодится. Нормальному человеку это было бы элементарно, даже стыдно сделать. То есть какая реакция, да, если вещь пришла в негодность, ты ее просто выкидываешь, ты от нее избавляешься. Но не в случае ТВ. Не получится отстирать, не получится продать, значит, кто-то получит в дар от мамы. И при этом, не забывайте, кому так фартанет, будьте благодарны. Это не хухры, мухры по карманам мелочь тырить, это получить подарок от целой ТВ. Ну и дальше, ребята, продажа мехов. Вот эти, я не знаю, эти меховые изделия, ребята, потраханные, перетраханные молью, но в моем понимании, им просто, вот, ну, их надо взять и выкинуть. Вот просто взять, выкинуть и забыть, что такое у тебя в шифонере висело, да, я не знаю, занимало место, какой-то тремпель и так далее. То есть выкинул и просто забыл. Но не в случае с мамой. Мама до победного, до последнего рассчитывает получить с этих мехов, а-ля, такие вот, знаете, прибыля. Спит и видит. И мало того, еще и акции. Полушубок черный купил, а-ля, в чина, шапку боярку в дар получил. И не просто шапку, да и боярку, а ту шапку, так сказать, потную бошку грязную на протяжении, так сказать, ролика, ну минут 20-30. То есть там оно нормально пропиталось все в шапку. Пот мамкин, от умной бошки туда впитался энергетика, мамкина передалась. Поэтому вот еще и вот такую шапку эксклюзивную в дар подарить. И когда мама одела эту шапку, ребята, я не знаю, это какой-то Ченгизхан. Вот просто, я не знаю, но какой-то Ченгизхан сидит владыка. Вот просто владыка. Но мама сказала, что шапка тоже такая, вот понимаете, не просто так, у нее появившаяся шапка была куплена в магазине, в Днепре, и даже чек когда-то имелся. Поэтому оцените, по достоинству предложенный товар. Ну и дальше пришло время Севки радоваться и восторгаться. Оказывается, ребята, даже армяне у Севки покупают. Вот кто кричал, что армяне Севку не признают, он всем утер нос. Кто-то из армяне сделал у него заказ на книгу. Вот это счастье привалило. Так что все молчите, кто считает, что они его стыдятся. Нет, посмотрите, они его признают. По одному армянину сам был именно вывод, этот и сделал. Ну и дальше мамка приземлила его, сказала так, не хрен, да, отвлекаться, пустая витрина, займись витриной, чтоб все выглядело красиво, занавес. Вот я понимаю, ребята, ТВ нужен какой-то киоск, посадить маму туда, мама будет заниматься подсчетами, бухгалтерией, витриной, все у нее получится. Ну и далее Севка рассказал, что еще будет круче продажа и торги, когда пойдут его книги на продажу, а книг у него очень много, вот там он уже прям считает сверхприбыля, который с этого получит. Ну и конечно, ребята, теперь мамка вместе с сыном оба жалеют одновременно, что сколько книг было отдано в Мечниково абсолютно бесплатно, ведь сколько можно было на этом заработать. А вообще, вы знаете, как они уже за период до своего блогерства только не засрали больницу Мечниково. Это считается одна из лучших больниц Днепра, Днепропетровской области. Очень профессиональная команда врачей, ребята, и это факт. Оборудование, ну то есть все там на уровне и все соответствует. Ну вот они уже столько раз засрали, пересрали эту Мечниково, да, больницу, областную больницу. Я просто удивляюсь. И при этом вот на этом хайпажурят, не забывают сколько денег, лечения, ремонт обошлось, книги привезли и растащили, постельное туда покупали, одеяло покупали. Ну вот такие серьезные, масштабные меценаты. Ну куда без этого? Чтобы Адамяну сами себя не похвалили весь день на смарку. Они бы что плеванные ходили. Ну вот такой обзор получился. Продолжение, конечно, как всегда следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!